Главное не победы, главное участие, опыт, как всегда. Или ты выигрываешь медали, или ты получаешь опыт. Итак, здравствуйте! Алик, представься, пожалуйста. Алик Валиханов, коричневый поезд, поблагодарительный движущий командой стрелателей. Сегодня ты сам не выступал, но выступали твои спортсмены. Как они выступили, расскажи. Киров. Плохо, все выступили плохо. Все поиграли, один ман занял троительство. А как у тебя организация, судейство и тайминг на турнире? Ну, организация вроде нормальная, как бы более-менее судейство. Вот судейство оставляют сплать низкую. Почему? Потому что некоторые судьбы, некоторые, я повторяю за некоторые, полностью некомпетентны. То есть идет схватка, человек делает какой-то спортсмен техническое действие, судья останавливает их в этом положении и бежит к судейскому столику, там спрашивает, типа, что ему поднять какие-то баллы. И так, ну, как бы, продолжается на протяжении своей схватки. Полная шняга. Когда я говорил с Артемом Мухимем, он уже говорил там в федерации, как бы, о том, чтобы, ну, как бы, вести уже каких-то там молодых спортсменов, там, которые выступали, хотя бы, да, там, чтобы прошли какие-то курсы от федерации российского чужиха, получили сертификаты и начали судить Невазу. Как бы судят люди, которые, в общем, никогда не боролись, они не понимают вообще, что происходит на татане, да, и как это оценивать. Но, по сравнению с теми турнирами, которые были год-два назад, они уже научились определять сайт контроль, твой ход гарда, маунт и бэкмаунт. Со свипами у них пока полная отстройка. Вот так. Два балла было! Болевым надо выигрывать. Мотивация. Наш друг Гусейн. Итак, коричневый поезд по БЖЖ, главный тренер клуба «Файтфабрика» Виноградов Юрий, борется с красным поездом, работает с ВИЦО. «Файтфабрика» 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 «Файтфаб Из Бразилии. Малейсио, пятый дан. Получил вот недавно. Матеуш, после черного пояса, первый дан. Как тебе турнир, судейство, организация, регламент, тайминг? Ну, организация, да, бит-жеф, конечно, не дотягивает, ну, как бы, чего и требовалось ждать. А так, в принципе, ну, все довольно-таки быстро. Вот. Ну, я надеюсь, там же самка трех-четырех закончится. Сколько у тебя хваток будет? Две. Две? Две, да. Две садмишки. Обе садмишки? Да. Раз садмишки. Привет, меня зовут Елена Соловьевна. Я сначала занималась у Олеси Лосена. Сейчас я перешла в КШВСМ. Стаж у меня, ну, год и где-то 10 месяцев. На Неваде выступаю первый раз. Это у меня дебют. Очень волновалась, потому что все-таки белому поясу страшновато бороться. С теми, кто сильнее и более опытный. Ну, в общем-то, неплохой дебют. Третье, вроде, место или четвертая. Великолепно. Вие схватки выиграла. Две проиграла. Проиграла Валя Мирон, которую, в общем-то, очень уважаю, поэтому я считаю, что такому противнику проиграть, это просто нормально. Но будем над собой работать. Все хорошо. Мне очень понравился и уровень девушек. Я в Москве много боролась. Ездила на IBGF и на арабские соревнования. Уровень, конечно, разный. Здесь сюда, допустим, приезжают девушки, которые в сборной России по джи-луджитсу. Поэтому везде люди разные. Интересно экспериментировать в разных местах, побороться и там, и там. Получить разный опыт, даже если ты выигрываешь или проигрываешь. Неважно, потому что понимаешь какой-то свой уровень и над чем стоит работать еще. Был ли себе, если границ, кто-то с базой не джи-луджитсу, то есть самбо, джи-лудо, вольный барабан, так по-твоим ориентировка? Да, была одна девушка, с которой я боролась. У нее очень большой стаж. Я сказала, что больше 10 лет, по-моему. И обычно это немного пугает. Особенно, если ты занимаешься только джи-луджитсу, не так давно. Но воля к победе, наверное, и спокойствие перешают. Тогда желаем тебе всего доброго и скорейшего промоушена на синий пояс, который ты давно заслуживаешь. Ну да, полуфутная динамика, она, конечно, все равно. Занимайтесь джи-луджитсу. Субтитры создавал DimaTorzok